МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. В Барнауле собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Иркутской области. Тысячи людей из-за паводка остались без крова. В очереди за знаниями сотни человек. Мощностроение. Почему? Интерес личный. Личный интерес? Кем будете? Конструктором. Какие направления в топе у абитуриентов и сколько придется заплатить, если не попал на бюджет? На меньшее они не согласны. В ближайшее время руководство команды планирует перекрасить клубный автобус. Но вот, судя по таким сколам, проблема, конечно же, назрела. С какими достижениями и финансами хочет войти в сезон новая хоккейная команда? Алтайский край может принять на отдых детей из Иркутской области. В лагерях ожидают приезда 360 мальчишек и девчонок. Об этом заявил губернатор края Виктор Томенко. Напомним, на днях в Иркутской области произошло сильнейшее наводнение. По последним данным, погибло 16 человек. После дождевого паводка затопило более 80 населенных пунктов. Тысячу людей остались без крова, домашнего скота. Так, кстати, помочь им может любой житель нашего края. Алтайское отделение партии «Единая Россия» заявило о сборе помощи пострадавшим. Жители Барнаула уже приносят постельное белье, подушки, теплую одежду, обувь, посуду, моющие средства. Также продукты питания – консервы, крупы, посолнечное масло. Гуманитарную помощь принимают по адресам Ползунова, 26 и Ленина, 41. А вот насколько доступна первичная медицинская помощь в селах края, выяснял Илья Кочетков. В Краевом Минздраве заявляют, что до конца 2019 года на Алтае полностью решат вопрос с обеспечением сел и деревень фельдшерско-акушерскими пунктами. К примеру, в Топчихинском районе недавно завершили строительство двух фапов, сделанных в кратчайшие сроки с использованием новых технологий. Частота пульса 66 ударов в минуту. У вас повышенное историческое давление. Фельдшер Ольга Гартвик работает в селе Белояровка 5 лет. До сих пор она принимала пациентов, ютясь в небольшом помещении в этом административном здании. А ведь фап – место для щельчан востребованное. За день, по словам фельдшера, приходит по 20-30 человек. Кому прививку поставить, кто-то плохо себя чувствует. Теперь в распоряжении медика современный отдельный фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня собственный фап должен быть в любом населенном пункте, где население превышает 100 человек. Этот построили по особой модульной технологии. От начала строки до запуска прошло 8 месяцев. Обошелся он в 6 миллионов рублей – это средства федерального нацпроекта здравоохранения. Оборудование приобретали уже за счет региональных средств. Но появление фапа, уверяют медики, это лишь начало усовершенствования медпомощи сельчанам в ближайших планах подключения пунктов к глобальной компьютерной сети. Здесь будут выписываться и рецепты, больничные листы. Также на данном фапе рассматривается телекоммуникационная сеть для дистанционной консультации по сложным случаям. До конца года, по заверению специалистов Минздрава, собственные фапы появятся во всех селах региона, где есть такая необходимость. Если верить статистике, нуждаются в первичной медицинской помощи еще 11 населенных пунктов региона. А уже в следующем году планируют начать перестраивать старые фапы. Всего под программу попадет 30 пунктов. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Возможно, именно в этих фапах придется когда-то работать выпускникам медицинского вуза края. А пока здесь, впрочем, как и в других высших учебных заведениях региона, в разгаре приемная кампания. Бывшие школьники, получив аттестаты, выстраиваются в очередь, чтобы как можно скорее подать заявление на выбранный ими факультет. Сколько студентов смогут учиться в вузах бесплатно, какие направления и специальности предпочитают, а какие им могут предложить вузы. Узнавала Валентина Аскерова. Уже давно выдохнули и расслабились. У сестер-двойняшек Насти и Кристины Ширяевых на руках золотые аттестаты и практически максимальные баллы по ЕГЭ, которые гарантируют им поступление в любимый медуниверситет на бюджет. Сестры сегодня в списке почетных гостей. Пьют чай за одним столом с ректором вуза Игорем Салданом и размышляют о будущей профессии. Девчонки признаются, что с выбором специальности сложности не было. О белом халате мечтали с детства. Настя выбрала лечебное дело, Кристина – стоматологию. Я с детства люблю кропотливую работу, бисером вышивать, просто вышивать и рисовать очень сильно люблю. И мне кажется, что в стоматологии и нужны такие качества, потому что там же нужно, чтобы зубки были ровные, красивые, там каждую детальку прорисовывать, вылепливать. Приемная кампания в Меде стартовала две недели назад. Подано уже 600 заявлений. Самым приоритетным по-прежнему остается лечебное дело. А также новое направление, которое открылось всего две недели назад – клиническая психология. К слову, учеба в Медуниверситете – довольно дорогое удовольствие. Так, если ты выбрал, к примеру, стоматологию, то в год придется заплатить 170 тысяч рублей. Так что лучше все же попасть на бюджет. Мы не увеличивали бюджетные места, мы идем на порядка 480 бюджетных мест. Из них порядка где-то 280 – это целевые места, которые у нас остаются для Алтайского края. И порядка 200 бюджетных мест. То есть мы постоянно держим в пределах 500 мест. На следующий год мы увеличим до 510. А вот в техническом ВУЗе настоящее столпотворение. Желающих учиться здесь тысячи человек. В приоритете у без пяти минут студентов пищевая и эти отрасли, а также машиностроение. Большинство, конечно, точно знают, кем хотят быть, а вот некоторые выбирают специальность, как говорится, чтобы просто попасть в ВУЗ. Где они? Материаловедение и технология материалов. Почему на эту специальность именно? Она мне нравится. Чем? Названием. Машиностроение. Почему? Ну, интерес личный. Личный интерес? А кем будете? Конструктором. Кстати, технический ВУЗ в этом году тоже может похвастаться новыми специальностями, на которые идут с большой охотой. Новое направление подготовки. У нас впервые ведется набор в Бийском технологическом институте. Это наш филиал в городе Бийск. Мехатроника и робототехника. Там сразу набор с бюджетными местами. Ажиотаж и в педуниверситете. На столах приемной комиссии уже около тысячи заявлений. Пользуются спросом факультет психологии, лингвистика и локопедическое отделение. Кстати, с этого года в УЗИ открыли и дополнительные направления – мировая художественная культура и география. Во-первых, есть потребность. Потому что, например, мы понимаем, что на заочную форму, как правило, поступают работающие люди. В районах не хватает учителей, например, географии. И люди охотно идут на сдвоенные специальности, двойные профили, как мы их называем. Во-первых, это спектр применения больше. Учитель может вести и историю, и географию. Это нагрузка в сельской школе. Кстати, общее количество бесплатных мест в УЗАХ края осталось примерно на уровне прошлого года. Больше всего бюджетных мест оказалось в техническом ВУЗе. В почти 1700, а также в педагогическом – больше 1300. Поменьше в классическом и аграрном. Там чуть больше тысячи, а в институте культуры – и того меньше – всего 224. Что касается самой приемной кампании, то завершится она в августе-сентябре в зависимости от формы обучения. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. «День с толком». Они проходят тоже своего рода обучение. Впервые после ребрендинга команда «Динамо Алтай» вышла из отпуска. Сейчас коллектив на сборах в Барнауле. Точки для тренировок выбрали с учетом минимальных переездов. В свою очередь, тренерский штаб продолжает отбор игроков, с которыми им предстоит решить амбициозные задачи. Кстати, впервые за долгие годы. Кирилл Политов в одном репортаже постарается рассказать обо всех новостях теперь уже из стана «Сине-белых». Пока многие только собираются в отпуск, эти парни его уже отгуляли. Сейчас экватор лета, они активно готовятся к зиме. Это первые тренировки обновленной команды. Как здесь говорят, именно на земле закладывается основа. На льду будут позже, ровно через три недели до этого сборы. Их организовали в пределах Барнаула. Расстояние между локациями сократили до минимума, чтобы не стоять в длинных пробках. Так коллектив заселили в апартаменты одной из баз в Бару. Оттуда ездят вот на этот стадион Рубин и школу, где есть тренажерный зал. Все передвижения ограничиваются поселком Южный. Все хорошо сегодня, только вышли с отпуска, отдохнувшие с боевым настроем. Вся сбора отработаем и в сезон хорошей физической подготовки войдем. Войти в сезон команда планирует с увеличенным бюджетом. Отсюда Динамо Алтай может позволить, пускай и вот такие исключительно городские сборы, обновить амуницию, пригласить опытных игроков. К 14 хоккеистам, что остались в обойме с прошлого сезона, добавят еще около 10. Пытались уговорить вернуться в большой спорт Максима Симоненко. Отказался. Из потенциальных новичков, в том числе студенты одноименного Барнаульского студенческого клуба. Тренировки, совершенно другие тренировочный процесс, более тяжелее, упорнее. Все ребята с большим желанием хотят проявить себя. Наверняка у обновленного тренерского штаба уже есть список как минимум трех сформированных пятерок. Детали пока не говорят. Возможно, будут еще усиления. Это чуть позже и уже точечно. Скорее всего, приедут те игроки, которые не подошли командам из высших эшелонов. Другое дело, уверяют руководители, уровень этих игроков может быть гораздо ниже ожиданий. Из таких известных игроков для Барнаульского болельщика, во-первых, Влад Янцен вернулся, Степан Жданов, Иван Стрибков. Остальные ребята, которые играли по высшей лиге, Александр Гиберт и Рябухин Сергей. Ряд игроков, на которых мы рассчитываем, которые нам помогут. Усиление требует и автобусный парк клуба. Этот выпуск Минского автомобильного завода уже отработал срок. Объездил всю Сибирь, намотал тысячи километров, ломается постоянно, пора на пенсию. Замены пока нет, не хватает денег. В ближайшее время руководство команды планирует перекрасить клубный автобус. Но вот, судя по таким сколам, проблема, конечно же, назрела. И здесь, вот на этом месте, планируется поклеить новый логотип клуба. Старый, Алтай, уйдет в прошлое. Запланирована двухсторонняя игра. Это уже в конце июля. В начале августа анонсированы товарищеские игры. В гости из Новосибирска приедут сибирские снайперы. Старт сезона ожидается в середине сентября. Задача все та же. Призовое место. Нам меньшее здесь не согласны. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. И еще немного полезной и интересной информации. 80 тонн напитков, 25 тысяч посетителей. В Алтайском крае прошел фестиваль «Алтефест», который пользуется большой популярностью не только у жителей нашего региона. Гостей здесь развлекали трус, балбес и бывалый. Они зашли в гости на хуторок, организованный пиво-безалкогольным комбинатом «Шульгинский». В павильоне, где продают напитки «Шульгинского», неизменно очередь. Аниматоры развлекают детей, а на площадке под открытым небом почти нет свободных мест. Гостей привлекала не только интересная программа, но и качественная продукция. Комбинат «Шульгинский» участвует в Алтайфесте уже в шестой раз. За это время успел завоевать доверие у жителей края. В этом году все то, что было представлено на конкурсе, все получило высшую награду, гран-при. То есть вода наша, свежесть Алтая, опять же мы ее предоставляли, и она у нас получила золото. Мы сосредоточены на качестве, даем пробовать, даем, чтобы наш потребитель, особенно потребитель алтайского края, узнали, попробовали и были в курсе того, что производится на алтайской земле. Кстати, вода, свежесть Алтая получила в этом году статус плюс 100 к здоровью. Также «Шульгинский» комбинат заключил договор с Китаем. Теперь и жители Поднебесной смогут оценить по достоинству алтайские напитки. Продолжение следует...